569 845. Именно столько жители нашей области имеют право выразить свою волю на предстоящем референдуме. Избирательные участки начали работать еще с 16 сентября, с момента получения списков голосующих, и разносить приглашения. Все это время политические партии, общественные объединения, эксперты вели агитацию. Гражданам страны предлагается ответить на единственный вопрос, согласны ли вы на строительство в Казахстане атомной электростанции. Сейчас к голосованию готовы все 530 участков региона. 14 из них в воинских частях, в СИЗО и медучреждениях будут работать в закрытом режиме. В трех голосование начнется с 6 утра. Все остальные будут принимать посетителей с 7 до 21 часа. В 10 местах, в 5 в городе Ахтебе, еще в 5 районах, в 10 местах будут организовываться мобильные цены. Мобильные цены нужны для чего? Для того, чтобы, например, жители Кустаная или же жители Астаны не успевают до 20.00 проголосовать, находясь в городе Ахтебе, например, они могут обращаться в мобильные цены. Они в это время сразу же с него берут заявление и его отправляют в Кустанай, допустим. В Кустанай его с этого списка, где он был закрепленный в связи с этого участка, удаляют и его на временную прописку ставят на тот участок, где наш мобильный сон расположен и дают право проголосовать. 242 избирательных участка в нашем регионе, обеспеченные онлайн-сервисом. Эта услуга понадобится в том случае, если избиратель не найдет себя в списках. Тогда специалисты установят, если он прописан в границах данного участка, ему предложат проголосовать. Если нет, подскажут, на какой участок следует обратиться. Кроме того, определенная категория граждан сможет проголосовать на дому. Старшее поколение, ну как бы скажем, возрастные люди просят и лиц с инвалидностью по области 2426 инвалидов, вот, в том числе и использующие колесными колясками, инвалидностью по зрению и инвалидностью по слуху. В понедельник, 7 октября, все бюллетени будут отправлены в Центральный комитет референдума. Там в течение пяти дней будет подсчитана явка голосующих и опубликованы итоги референдума.